Друзья, всем привет! В прошлом ролике мы делали обзор телека от Harper на 65 дюймов. Это такая огромная махина, идеально подходящая для того, чтобы играть в приставку, смотреть футбол и вообще наслаждаться крутым контентом в 4К. Но есть одно но. Квартиры не у всех большие, а телек все-таки 65 дюймов предполагает под собой, что комната, где он будет стоять, она будет все-таки таких приличных размеров, дабы у вас не уставало тоже периферийное зрение. И поэтому сегодня мы хотели поговорить про телек чуть меньше диагонали, но не хуже. Он отлично подойдет для малогабаритных квартир, таких, я думаю, большинство. У него есть смарт-тв-функции, андроид, все дела. Поехали распаковывать и смотреть подробнее. Это вот минусы китайских этих. Это реально прикол. Итак, друзья, первое включение прошло успешно, мы подключились к Wi-Fi, нас встречает андроид, собственно, но прежде чем поговорить про андроид, давайте поговорим про пульт. Что меня удивило в первую очередь, пульт-то здесь, ребята, блютусный, а это значит, вы сможете даже с кухни этот телевизор включать, делать гадости своим родственникам, друзьям, включать, выключать телевизор, переключать каналы. На пульте сразу выведены кнопки для любителей Netflix, Amazon Prime, YouTube и Google Play. Конечно же, здесь можно помощника Google вызвать в том числе. Ну и сам пульт довольно-таки прикольно сделан, это, конечно, не алюминий, а пластмасса. В руке лежит нормально, джойстик не совсем понятен, но, тем не менее, пульт есть, пульт блютусный, это отнесем в плюс. Давайте посмотрим на сам телевизор. Классический Full HD. И второй момент, это VA-матрица. Несколько лет назад к VA-матрицам относились довольно скептически, потому что все-таки ярко выраженный у нее glow-эффект, и углы обзора не такие вкусные, как у тех же IPS. Но прогресс на месте не стоит, и со временем VA-матрицы становились все лучше и лучше. Я даже свой IPS-монитор, аямовский, поменял недавно на монитор от Xiaomi. Он загнутый, периферийное зрение не устает, и вот этот glow-эффект, он нивелируется. Что у нас происходит? Собственно, в данном телеке также VA-матрица. Пока при первом включении к ней вопросов не возникло. Сейчас мы телевизор немножко погоняем, попереключаем, и посмотрим, собственно, на что этот телек способен. По разъемам, конечно же, здесь есть два HDMI-порта. Пожалуйста, можете приставку подключить, можете какой-нибудь DVD-плеер, если вы еще любите гонять контент на дисках. Но в телевизоре встроен Wi-Fi, поэтому, если у вас даже Wi-Fi не встроен, не встраивает, пожалуйста, можно подключиться по Ethernet, если вы фанат аналогового и кабельного подключения. Если вы любите классический контент ТВ-каналов и эфирного телевидения, для вас тоже есть разъем антенны. Я, конечно, телевизор в таком сценарии уже не смотрю. Для меня идеальный сценарий, это чтобы включил телевизор, и там сразу по умолчанию запустился YouTube. Здесь пока такое не реализовано, но с одной кнопки YouTube запускается, и можно уже начать потреблять контент. Давайте посмотрим, что нам представил Harper в качестве ПО. Что же там есть внутри. Здесь предустановлен Android TV, хочу подчеркнуть, и главный экран кастомизируется. Сюда вы можете вывести ваши любимые приложения, какие вам нравятся. Для меня это, конечно же, будет YouTube и, в принципе, HD-видеобокс еще можно. Это как огромный такой кинотеатр. В остальном я не пользуюсь. Netflix не использую. Всякое файловое и медиахранилище также не использую. Если вы фанат, опять же, храните ваши данные какие-нибудь там и смотреть медиатеку на локальном хранилище, на NAS каком-нибудь, пожалуйста, Android, устанавливайте отдельное приложение, смотрите фоточки, смотрите видео, опять же, с локальной версией. С этим проблем у вас тоже не возникнет. Что по настройкам? Ну, Android, особо здесь, наверное, выделять нечего. Собственно, залогинились. Есть магазин приложений, выбирайте, какие вам нужны. Если вы не нашли, собственно, эти приложения какие-нибудь необходимые в Google Play, вы можете всегда скачать там с формы 4PDA. Например, ребята кастомизируют огромное количество ПО под любой вкус и цвет. Но я не думаю, что телевизор уж настолько будет использоваться глубоко, чтобы прямо была настройка как для, не знаю, там компьютера или что-нибудь в этом духе. А для любителей управлять телевизором не с пульта, ребята из Harper придумали клавиатуру под названием KBT-330. Это Bluetooth-клавиатура, но и не только Bluetooth-клавиатура. Здесь есть возможность подключаться по радиоканалу. В принципе, поддерживает она до трех устройств. То есть, в принципе, телеком вы можете управлять с нее. Здесь довольно-таки удобный и отзывчивый тачпад. Правая и левая клавиши, мышки дублируются, и сама клавиатура полноразмерная. На левой стороне видим кнопки классические для управления андроидом. Это кнопка домой, кнопка назад, кнопка поиска, ну и так далее. В принципе, данную клаву можно использовать не только с телеком. Вы также довольно легко сможете подключить ее и к своему компьютеру. Что еще важнее, к какому-нибудь iPad и вообще, в принципе, планшету. А для любителей совсем уже позадротствовать, пожалуйста, подключайте к своему iPhone. До трех устройств поддерживает эта штука. Батарейки в комплекте, что тоже довольно-таки неплохо в современных реалиях. Штука интересная. Вот можно даже посмотреть в YouTube, как девочки почесали что-то там такое. Ну вот, пожалуйста. Хотите с пульта, хотите с клавиатуры. Как вам удобнее, управляйте вашим телевизором, iPad'ом, компьютером, ноутбуком. Не знаю, вариантов исполнения много. Она легкая, маленькая, компактная. Я попробовал за компьютером слепую печать. Если там некоторое время дать себе привыкнуть, пожалуйста, можно пользоваться. Что касается самого телевизора. Вот мы сейчас смотрим, как белочку кормят. Здесь, конечно, видимо, с телефона записано, и качество картинки такое себе. Но, в целом, углы хорошие, черный цвет, хороший контраст. Чем славится, собственно, вообще матрица? Это хороший контраст, если вы особенно смотрите телевизор под 90 градусов. Я сижу сейчас относительно близко, и вполне себе картинка хорошая. Цвета не выгорают, не выжигаются. Я сижу немножко под углом, и изображение у меня видно, собственно, так же качественно, как я смотрел его непосредственно прямо. Ребят, ну что можно сказать еще о телевизоре? Я не знаю. Телевизор вы покупаете, все-таки, я думаю, не по обзорам в YouTube, а все-таки идете в магазин и смотрите собственными глазами. Потому что вкус штука субъективная, и спорить о вкусах довольно-таки сложно. Телевизор Harper на 43 дюйма отлично подойдет в маленькую комнату. Не знаю, вот у нас в офисе он будет стоять, например. Мы здесь будем смотреть какие-нибудь графики, смотреть, как наши обзоры получились. Рамки тонкие, телевизор по дизайну довольно-таки современный, по качеству вопросов нет. Был один нюанс, когда мы его распаковали, немножко пахло китайским пластиком. Но мы обратили внимание, что телевизор собран в Беларуси. Как нам написали в предыдущих комментариях, китайцы вроде как обосновались в самой Беларуси, и сейчас клепают там телевизоры. Особых претензий к этому телеку у нас нет, и, собственно, и к прошлому телевизору претензий у нас не было. Подробнее про телек и про клавиатуру можно почитать по ссылке в описании. С вас лайк, спасибо за просмотр, не забудьте оставить комментарии. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова